Плаваем, воюем и просто наслаждаемся жизнью. А я вас приветствую, друзья, с вами Вирус. Одиссею теперь пока... Всё-таки он ждёт. Надо нападать, надо развлекаться, надо себя находить вон занятия. И в целом как раз этот город очень хорошо подходит в качестве этого самого развлечения для нас. Здесь ждём... Ждёмся, ждёмся, ждёмся. Хотя, на самом деле, по факту сейчас можно, знаете, как сделать. В целом... Хотя здесь опыт... Рост провинции так-то не увеличим, к сожалению. Здесь не Вархаммер. Здесь вообще ничего не увеличивает из построек рост. А божественное влияние мы уже используем. Мы уже в целом попросили Афродиту. Мы уже помолились ей. Сделали всё возможное. Теперь... Лишь боги могут вмешаться в это дело. Караульню построить пока. Давайте караульню построим, чтобы у нас никто не отобрал это поселение. И подшумочек не разграбил. Подшумочек не разграбил. Вас бы тоже шатнуть. Хотя у вас-то тут... Не одно единственное поселение. Ладно. Плыви сюда. У тебя есть план. Да, у тебя есть два плана. Три, десять, пятнадцать. И на этом не остановится, отискей. Ни в коем случае не остановится. Так. Чародейка ты наша. Очаровательная. Три хода ты уже колдовала. В целом, на этом ходу мы с тобой уже отстрелялись. Здесь сразу счастье. Агамим нам захватил поселение. С Хирию можно так-то прокачать. Хотя... Давайте и таку. До максимального уровня. Уже наш главный город, наша столица будет прокачена. Солидно. Солидно будет смотреться. Здесь. Ну, камня не хватает. На Теринфе. Теринф, Теринф, Теринф. Счастье, правда... Как-то некрасиво выглядит. Давайте попробуем тогда Уфей построить для счастья. Здесь для счастья есть. Хотя все равно это не помогает пока что. Микенская область. В Теринфе. Можно, нужно обязательно строить. В общем, ждем. Когда-нибудь до тебя доберемся, и у тебя останется камень для строительства. Оборона. Оборона, оборона. Гектор, Эвдор. Ну, пока все хорошо. Главное, чтобы спартанцы не завыделывались. Могут, могут. Изменила я сейчас сделать, в принципе, бородатого любителя пива. Отчасти он под описание подходит. Такой невысокого роста, коренастый. Ага. Полидамос. У тебя еще и сподвижники Гектора есть. И сирены. Что самое опасное на самом деле сейчас, это сирены. Попытаться их расстрелять нашими славными прачниками. Постараемся. Что делать? Город большой. Город нужно защищать. Город нужно нам спасать. Застрельщики есть. Их немного, но они есть. В любом случае у нас пехота застрелы тоже. И, ну, вроде как по классу выше, да? Мы тяжелые, а не средние. Но они элита. А эти просто тяжелые. Просто блинчиков объелись. Хотя, если они проглотили блины тяжелоатлетические, то, в принципе, все равно сурово. Должны выглядеть. Так, прачники. А ну-ка, по характеристикам по урону вы их переплюнете же, да? Урон от выстрелов 26, хотя 37, смотрите. Он бронебойный, но по факту славные прачники сейчас их могут выиграть. Не сказать, что прям на голову выиграют, но выиграют. Так, здесь, к сожалению, есть еще один проход. До одного сузить не получится. Значит, держим... ...город здесь. Я сомневаюсь, что он пойдет вот сюда. Здесь как раз можно попробовать наших застрельщиков разместить. И даже островитян. Установитесь. Раз, два, встали. Здесь... ...выставляем. Можно было бы отвлечь застрельщиками. Поставить даже мастеров засад... А ну-ка, здесь нет какого-нибудь пикселя? Нет, здесь, к сожалению, никакого пикселя нам не оставили. А идеально получилось бы, если бы мастеров засад мы здесь где-нибудь разместили. Прачники начали бы перестрелку. Все бы ушли, а не выбежали бы. Прачников точно бы быстро добили. Но раз так, значит так, окей. Куда деваться? Погнали. Стоим, держимся. Выходим. Выходим, 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 выходим. Именно сирены должны стать вашей первой целью. Хотя пока наши перестроятся, они более мобильные. Сделают даже первый сейчас залп. Ну да. Наши долго тянули. Нехорошо в прекрасных дам камнями кидаться, но сейчас выбора нет. Вы выглядите как-то стрёмно, если честно. Славные прачники. О, ну да. Еще же давай, давай, давай. Убегай не туда. Замечательная механика. Работает как надо. Все, уходим. Вы провалились. На вас надежды нет. Куда этот побежит? Неужели он сейчас оббегать все-таки будет? Несете потери лишние теперь. Молодцы. Да что у вас тут за паника, я не пойму. Бегают. Вместо того, чтобы сюда бежать, пытаются как-то перестраиваться. Что-то там изображают из себя бедных родственников. Да, он пошел площадь захватывать. А тем временем он пошел захватывать площадь. Тогда хорошо, что островитян здесь оставили. А вы должны были уже убежать сюда. Огонь. Работаем, работаем, работаем. Прочников должны положить. Оп. Переключаем. Застрелы. Эти островитяне не продержатся долго. Поэтому либо вы убиваете сподвижников Гектора, либо мы проигрываем. Давай, давай, прачники. Ну. Ну же, ну же, ну же. Залп. А где наш полководец-то? Я про тебя забыл. Великолепно. Этих перебили. Работай с прощой. Вас выдвигаем вперед. Расстреляли. Не, нормально. Здесь наши застрелы уничтожают сподвижников Гектора. Ну, а тут наши должны продержаться. Обязаны просто. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ой! Делай раз, делай двас. Раскрутили. Бросили. Техника важнее силы. так возвращаются встретить их великолепно уходим это островитяне за малым свои вещички не собрали и не сбежали у вашего отряда кончились боеприпасы наш отряд идет в бой вот с этого угла аккуратненько оставляем все таки место для застрельщиков этих я надеюсь сейчас мы спугнем бегом бегом молодцы тяжелые все-таки против героев более-менее демонстрирует себя хорошо здесь мы зашли с фланга такого что должны ему в спину прописать главное ты не промажь ох ты насквозь и нескольких своих положил знаешь ну его нафиг иди в ближний бой тогда я вот этот вот огонь по своим не одобряю вашего героя напали держится 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 вас нужно перебросить сирены к сожалению наших застрелов сагрили на себя удобно во время перестрелки допустим чтобы их не расстреляли до забор как ли зато как только они побежали проклятие спала а так сиренами нужно бороться и не уши воском заливать а просто их перебивать бегом 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 ну один единственный этот мерзавец вас зацепил не должно быть так вперед что войска обратились в бегство но они держались и так достаточно долго от них требовать сейчас еще больше как-то неправильно бегом наш полководец выиграет ну и тут в принципе уже все решим теперь все хорошо у тебя все схвачено ну да ну да сразу как только мы посмотрели он отхватил по лицу ваши воины воспряли духом вернитесь вернитесь сюда так а вы преследуете кстати ближе 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 застрелы и огонь в атаку не лезьте у вас приказ был преследовать но он бежит в толпу пусть бежит расстреливай его славные ребята но с ними покончим победа уже близко запаздываешь ты а вечно ты запаздываешь со своей близкой победой когда она уже не но так знаете это как ставки делать после того как уже матч произошел это выгодно так то результат ты уже знаешь почему бы и нет победа тогда действительно близко тяжелая победа но самое главное гарнизон увы стоял здесь был шансик что сломают сподвижники гектора и надо отметить опять же сподвижников гектора даже против тяжелых они очень хорошо заходят этих терминаторов не так просто то опрокинуть он сейчас объединит скорее всего два отряда покоцаны сподвижники гектора выживают в любых ситуациях в любых непростых ситуациях они выживают мятежнички здесь нарисовались все таки потерял город наш ахилл парис на агамемнона идет так разовый обмен сейчас как раз проверим агамемнон получит перк после победы над парисом или нет разовый обмен аякс предлагает но у нас договор с тобой есть в целом можем хочешь договориться об обмене можем если ты того так хочешь прям люто бешено 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 а дерево у тебя много реально у тебя много дерева в целом я просто могу тебе предложить меди один к одному меняет практически сейчас ну один к двум почти ну давай подпишем вот такой договор обмена банты ну они там ближе к малой азии живы так что продолжат покастить нам расторгли договор но союзники должны будут поддержать против такого-то бомжа со спартой вопросы могут возникнуть но против этого бомжа проблем я думаю не будет хотя тотал вар в этом плане крайне ироничная игра порой у тебя с теми вроде бы с кем хорошее отношение у тебя потом окажется плохие с кем плохие потом могут оказаться крайне хорошие по сейдон потерял там всякий интерес битва марафон ой отлично кстати марафонская битва наведение порчи полный успех семена раздора готовность к службе это понятно этих этих мы отпускали намерен солдаты с топорами троянские войны армия его ну далека от идеала я бы не назвал бы хороший париз до города не дотягивается можно попробовать сейчас его покоцать если получится покоцать то нападем если нет то засаду сейчас агамем нам попробуем оформить выходим вот сюда если что мы тебя перехватим и засаду спокойненько агенты не мешают вроде как нам мы себя чувствуем хозяевами ситуации в случае неудачи очки действия этого агента не обнуляются ух ты упрямый до последнего действует хотя он тут у нас в тылу у него все вообще хорошо проблем никаких не должно быть великолепно себя чувствует так это вы десятки у меня еще пока остаетесь лев не забрал повстанцев значит они наш не забрал мы вернем исключительные войны враг убит в бою замечательно теперь данное поселение попробуем предложить тебе не хочет смотрите реально не хочет и со спартой отношения ухудшаются очень резко очень плохо и прям значительно а если тебе подарить вот смотри у тебя еды мало я тебе вот тыщеночку подарю вот сразу изменится что-то нет сразу ничего не меняется но галочку они себе ставят судя по всему так перебийцы вас перебьют судя по всему еще удивительно что вы с таким названием живы до сих пор ладно отремонтирую попробую отремонтировать и выровнять счастье на следующий ход у нас хотя бы счастье будет насколько это ну ради сравнения просто с тобой давай не хочет тоже пока не хочет но получается ахиллес первый по силе мы вторые ну как дальше трое на третьем амазонки спарта на пятом гектор на девятом гектор гектор что ж поделаешь что ж поделаешь с тобой портовый городишко давайте наверное сейчас все-таки отсюда начнем начнем думать об обороне обязательно гира 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 знаете а на фоне всех этих событий гира может оказаться в эпицентре сражений если спарта пойдет на нас так что лучше возвести пока такая возможность есть брезговать не будем тарикоз на себя уже не хватает ну окей не хватает так не хватает здесь есть хорошая провинция прокачать продовольствие прокачать ресурсы местные пригодится поврежденная постройка но мы ремонтируем чуть-чуть что ты мне пристаешь поврежденной постройкой ремонтируем же ремонтируем вопрос какие вопросов нет сколько ходов до избытка 5 ходов еще ай-яй-яй-яй-яй-яй 5 ходов до избытка ну это это долго это очень долго и неприятно ну давай дружище если ты сейчас удачно делаешь то мы нападаем на город если нет то мы нападаем вот сюда объявляем войну подключаем наших союзников они соглашаются союзников не так много чем больше ты становишься тем с большей вероятностью твой единственный союзник это твои армии и флот остальных всех надо гнать так битва так как город сразу забираем у тебя же одно единственное поселение нет у тебя где-то еще одно а ты вот здесь захватил опунт ну одиссей мой друг на самом деле это поселение тебе тоже нужно лучше всех вокруг может быть отправим левка туда либо агамем нам разбивать уже париса и не заморачиваться и отправлять его захватывать данное поселение портовый городишко провинцию целиком мы полностью себе возьмем под контроль есть о а пари здесь вообще не в почете ну тогда унижай при таком балансе найм невозможен режим перехода он еще и уставшие войска целиком и полностью да он похоже агамем на вообще не считал за угрозу ох как жестоко то ну и сливает сливает конечно же авангард гигантов классика жанра восполняем потери смотрим особенности нет не получает за победу над парисом он ничего не получил то есть если наш основной герой возможно это поправят с патчами но получается действительно так если наш основной герой в данном случае одиссей побеждает он получит гарантированно а если эти герои к нам присоединились с конфедерацией то нет то это никто не обещал стоимость содержания отряда вооружена палицами в армии героя и стрелков палицами у тебя тут всего-то ничего ладненько тогда без ускорения просто пойдешь нанимать в любом случае есть кого тот же авангард гигантов слил нанял в этом регионе можешь себе позволить здесь я тебя даже ругать за это не буду рыги рак лаврон сквозь доспехи и скорость давай ярость наверное вне боя тебе хотя гибкость дает героя дальнобойную атаку жажда крови давай ладно гибкость я возьму посмотрим что ты будешь там кидать во врага может тоже голыши как циклопик поднимешь бросишь всех прихлопнешь на всякий случай после победы смотрим кто тут что захотел все тихо спокойно и сдаем ход на конфедерацию не надеемся мы недавно присоединили здесь хотя ахилл не не пошел он сюда захватывается ахилл перебирается уже в сторону трое судя по всему и если мини лай захочет войну объявить мне вряд ли тогда ахилл поможет ахилл в этом плане тогда и не захочет помогать ну а смысл ему че ему рыпаться че ему даже пытаться успех наведение порчи но не в наших землях это хорошо значит еще товарное упаковка не нарушена городишки мы как ремонтируем там да такой косметический ремонт делаем на продажу готовим поселение будем восстанавливать отношения так контр предложение в принципе могу тебе предложить не так не хочу ну ладно тогда обмен еды у тебя много у меня тоже много еды мне нужен камень тебе нужна бронза вот ради интереса сейчас посмотрим допустим я тебе сотню бронзы предлагаю сколько вот ты мне дерева дашь даже один к одному но у него его как бы притык коэффициент предположим а вот еды ну еды блин даже не к трюм хотя отношения плохие с диаметом здесь тоже слишком много переменных ну тогда на тебе подарок лови лови наслаждайся у тебя вот дерева много отношения примерно такие же но чуть получше в целом он хочет договор о ненападении с ним можно договориться все таки так и быть раз у него дерева много мы то почему мы увидели что он хочет договор о ненападении мы почему такие злые к нему были мы не видели что у него дерево так-то много так лови дерево можем тебе даже предложить чуточку бронзы брынзы тебе хочешь подсыпем нет ты щенку не даст слишком много оп ух ты как скачет резко ну окей пусть будет так давай предположим я нападать на них не собираюсь я тут агрессию проявлять не хочу мне они не тарахтели пилос слабенький немощный я думаю пилос присоединится к нам очень скоро и этот остров я как и планировал буду контролировать с такой многоходовщик а здесь у тебя армия большая ну не досмотрел не досмотрел агамем ну придется тебя разбивать тем не менее армия все равно слабенькая шанс удержать даже нашими тяжами стремиться к нулю учитывая что у него есть еще прачники которых мы не сможем законтрить учитывая что у него численное превосходство и мы не сможем обойти с тыла с другой стороны мы сможем на одном из флангов неплохо его ударить он идет с четырех сторон правда и здесь он тоже собирается заходить я додумал он на три поделится почему-то мне вот как-то так казалось юных солдат и везде прачники разделил вполне здраво очень даже правильно я бы сказал но делаем вылазку здесь без вариантов здесь нам нужно разбить один фланг и все разбиваем самый отрезанный от остальных фланг то есть этот вы бегунки быстро должны будете подбежать прачников можно оставить ну пусть постреляют застрелы даже не знаю вас скорее всего не по виду в бой смысл смысл вас вести в бой вы пока будете бежать туда потом оттуда плейтих то тоже вперед выставить уже передовое есть закидываем бой давай 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 закидываем заворотник отставить он нас пытается сейчас отбежать а вот теперь бьем бегом хотя ладно расстреливай юных солдат убегай вот сюда ух ты интересно просто насквозь пробегать решил драка драка одиночка тут оп получил по солнышку надеюсь ты прикинулся мертвым надеюсь ты просто прикинулся мертвым да ёптель моптель этот несчастный отряд конечно сейчас нам сломал хороший вариант расстреливать мерзавца полководец зацепи хотя они пробегают просто но все равно мне нужен этот проход чтобы прачников увезти он будет пытаться забирать сейчас площадь давай 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 один тяж назад двое здесь разберутся удастся юные солдаты в расход юные солдаты вы не жалкие букашки все ахейцы черепашки и здесь их уже сейчас зацепят ладно вы и так сделали уже многое отступай отступай тут будет сейчас тебе помощь тебе мы сейчас насуетим помощь отступая отступай тяжи идут войско теряет боевой дух возвращаемся тяже пусть еще чуть-чуть подобивают отступи хотя здесь еще юные солдаты все растягиваемся господа проявляем свою гибкость можете даже отступить сильнее полководит спокойно еще себя чувствую здесь в окружении легкой средней пехоты учитывая что он лучник это хорошо она указал а ты чё это они наглеют тут прачников моих давят еще и не видно травушки муравушки все застрелы побежали побежали этих ломаем этих лома нон стэк будет сейчас восстанавливать еще долго в целом другое поселение взять не сможет однозначно здесь мы ему такое гарантировать можем точно ладно ступи сделайте пару залпов и возвращайтесь у вашего отряда кончились боеприпасы добиваем 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 прачники и жестоко расстреливают полководец все-таки побежал перехвалил я его хочу и требовала лучше еще и он тут требовал слишком многого бой вы немножечко в бок вы вернитесь а ваши воины воспряли духом а полководец она нормально бой выкашиваем потихонечку противника но целеустремленный враг сейчас сначала идет на площадь потом лишь пытается думать о чем-то другу так что если наносить урон идите противник вас оттесняет то можно без проблем минутка есть минутка имеется пробегая сейчас полководец если отгонит этих прачников ну не если он их а выгонит то будет попроще и хоть и сражаться какое-то время они не дадут мне шансов вообще не дадут ладно потери тем временем смотрите он половину армии потерял многих сейчас если не слил то объединит а он не слил никого тем временем если у него хорошее восстановление потерь не он разграбил поселение все это это приговор и он бежит с острова обнаружена засада преданность восстановлена левк признает свою ошибку и выражает готовность вновь служить вам верой и правдой пошатнувшуюся было преданность укрепили доверие правителя успешное выполнение его важных поручений воины и земледельцы ликуют прознав о триумфальном возвращении царского посланника а левка ждет новых указаний дабы вновь проявить свои лучшие качества молодец так стоимость найма акт устрашающие речи ухты а вот это плохо конечно то что все таки что-то да получается у них счастье в этом регионе готовность к службе то что хоть что-то да получается это все таки нехорошо ускоряемся тут а каменном исключительно морем должен идти почти не к предкам одиссей но тут город бросили подстрекательство успешная так что ты должен забрать его без проблем серьезно так много вариантов еще отказывался смотрите все таки как вахи можно найти уголочек и выйти на берег даже когда он напрямую отказывается вроде атаковать и говоришь на меня не хватает хозяин очков передвижения можно можно все там хватает нужно просто чуть-чуть быть упорней даже игру можно уговорить когда она не хочет мы заставим так дальность перемещения по воде плюс 10 это армия рок тритона не боевые потери на глубоких ходов но в принципе не боевые потери это хорошо но можно же просто посейдону там шалом сказать и все пробивание брони дальнобойных отрядов атака героя преданной скорость исполнения но урок тритона конечно в море плаваешь на посмотрим может и действительно пригодится что в городе казармы ну казармы мы тут сносим здесь возводим сейчас для порядка храм посейдону дальность перемещения своих армий ну сносим сносим здесь это казармы если оставим для влияния возведем постройку пользу однозначно принесет здесь вот наконец таки у нас сторожечка возводится нашли местечко каринфе можно даже возвести земельные наделы и теперь после ремонта после такого косметического ремонтика попытаемся предложить вот смотрите сразу да как как как-то даже веселее отремонтировали от генерали ли там плесень убрали трещины замазали баннеры с недовольными людьми зависели и все 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 замечательно смотрите порядок идет в плюс ахийское влияние замечательно разрекламировали в общем распиарили это поселение главное чтобы меня лавишка ты тоже захотел поселением да да он хочет это поселение безусловно с ним мы сейчас и будем совершать этот замечательный обмен на от него потребуем немножко камня я еще в плюс оставлю тебе небольшой здесь ладно до полутора тысяч ты не дотянешь вот так предлагаем это поселение спарте ради чистоты эксперимента ну можно 98 смотрите еще раз провести выводим армию у нас минус и минус то есть если в регионе беспорядки по факту опять же вспоминать ту же медь вторую до рим зачастую игрок сплавлял регионы ну которые проблемные чтобы не останавливать ну там то общая граница вообще не нужна была для всех этих тем ты спокойненько мог слить поселение на другом краю даже если фракции она не тарахтела 1 давай 2000 чтоб красиво было и тут 1300 1250 такие уговорю отдаем менялая поселение отношения здесь сразу отображается если обмен регионами на перспективу с тобой в целом ты воюешь со спарта и у тебя есть договор о ненападении со мной и договор об обмене через два хода он истекает можно разорвать договор о ненападении поддержать спарту если спарта смотрит на это интересно ну в целом заинтересует такой вариант развития событий просто он воюет против пилоса соответственно пока он воюет от лица альянса вот если бы добавили здесь подписывать мирные договоры от лица альянса хотя бы сделать вот предложение да и не просто предложение вот как когда трое царстве вы выступаете как единая сила и остальные отказывают просто говорят нет мы не хотим и все ты хочешь объявить войну к примеру там или кого-то подтянуть ваш альянс давайте вот возьмем вот хороший парень рубаха парень вот но рекомендую не хотя хотя бы как-то повлиять подарками потому что влиять можно на это все очень сильно влияет отношение твоих союзников не только к самому кандидату но и к тебе если у них к тебе все-таки обалденные отношения то какого-то такого нейтрала они могут рассмотреть если тому еще и хорошо относятся то однозначно возьму но некоторых ты даже если там бешеные отношения хорошие миш прям бещен и это не поможет но как-то уговорить подкупить честно или не честно в открытую деньги предложить или взяточку там ему так хоп-хоп и все так легкие пехотинцы скорость строительства стоимость строительства всех гражданских давай наверно расход древесины быстро эффективно надежно берем оформите нам улучшить поселение улучшить поселение начнем давайте со строительства чего можно возвести ничего нельзя возвести ну чё ты мне дизинфу кидаешь можно возвести можно возвести ничего нельзя там возводить вокруг можно портовый город возвести вот это вот можно камни сейчас много древесины не хватает камни я нотырил достаточно у спарты ну ладно разберемся ремонтировать пока не будем мы сейчас объединим провинцию не и над этим поработает и будет нам счастье дипломатия на всякий случай откроем все тихо спокойно ладно смотрим так что если бы можно было бы как-то мирить в том же на самом деле риме первом было обалденное возможностей в меди принцип один что если вдруг ты подписываешь там как она была союз с фракцией которая является союзником твоего врага там что-то они мирились автоматически как-то так это происходило и пользовался порой в наглую этой замечательной возможностью была такая тема была такая лазеечка что к тебе вроде приходили враги а ты с его там другом хоп договорился и этот вынужден был автоматически даже его не спрашивали просто сразу мир он стоит такой с армией рот открыл возле наших ворот а я должен был сейчас штурмовать он мог буквально на следующий ход вновь объявить войну и вновь могли вступить в дело дипломаты да в определенный момент все таки эта тема ломалась уже уговорить так не получалось но на какое-то время все таки хватал так агамем нам к тебе там я смотрю 20 к идут прямо сейчас будут пытаться новые земли отбирать плюс в центральной части греции вода начинает подкипать прям будет жарковато сейчас чё с тобой договориться фидип договориться с тобой ну давай по классике жанра только чуть меньше я тебе предложу меди у меня много соточку могу ну и коэффициент конечно лютый лютый коэффициент бронза к дереву практически один к одному учитывая что у тебя дерево тьма отношение ну нейтральный вот к мину и тут подплывают здесь стек вот этот маленький стек прелести гейские к нам прилетели кто подтянул дардания активный малый словно словно издевается левка преданность снова падает уровень почитания посейдона понизился от успех подстрекательства смена наведения в порчи налет вот-вот начнется восстание надо снова восстание с этим у нас есть договора про и прохода пока сохранился а здесь уже спарта заняла ok я тебя услышал восстание пока отменяется говорят марафон у нас не защищен тариксон ну вот этот город мы сможем защитить я думаю а двадцатки здесь амазонки более того опты амазон очки дикие и необузданные и полбили в ми и полбили в ми так этот гладиолус ну чуточку по объединял чуточку по объединял и тем не менее гарнизон на мину тоже хороший пусть и покоцаны гелену геленваген этот без проблем развалим разберем на запчасти мы сделаем это уже в следующей серии одессе пока развлекается ждем прокачки поселения ходов до избытка 3 там потом будем сносить улучшать качать он прирост населения еще увеличим обязательно стимулируем в общем кстати здесь можно тоже карауль не строить караулью на всю но а есть вот прирост геры дает храм влияние в провинции зевс это мы знаем а порядок перспективе никто ну счастье афродиты храм дает ночь совсем немножко совсем малость но тем не менее можно афродите будет вознести можно молитву не получится да пока так пока план таков в общем друзья мои до следующей серии здесь одиссею спокойно не дают эпические миссии выполнять и пакости свои какие-то мелкие делать хотят чтоб он крупную рыбу ловил значит будем бить этих китов до следующей серии всем добра пока пока